Сегодня состоялась 31-я сессия законодательного собрания Вологодской области. На сессии был принят ряд законов, в том числе несколько законов, которые были инициированы губернатором Вологодской области и имеют, на мой взгляд, достаточно важное социальное значение. Во-первых, хотел бы еще раз напомнить, что нами были предложены внести изменения в закон о среднепрофессиональном образовании Вологодской области, а именно в части изменения норматива для формирования стипендиального фонда. Если по сегодняшнему законодательству у нас в качестве норматива был размер стипендии 436 рублей, то с 1 сентября 2019 года этот норматив увеличится до 1000 рублей. То есть сегодня каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет размер своей стипендии, которую выплачивает своим студентам, но в любом случае эта стипендия не может быть того, который мы устанавливаем своим законом. И сегодня все ребята, которые учатся по программам среднего специального образования в наших учебных заведениях на территории Вологодской области, с 1 сентября будут уже получать стипендию не менее 1000 рублей. Это коснется почти 16 тысяч студентов наших учебных заведений. Второй закон, который мы приняли, депутаты приняли на прошедшей сессии, касается реализации закона о земельном сертификате. Закон новый, молодой, начал действовать с 1 января этого года. Однако мы постоянно следим за тем, насколько эффективно этот закон реализуется и нет ли каких-то слабых мест в его процессе реализации. Встречаясь с многодетными семьями, выезжая на места, общаясь с представителями органов местного управления, мы увидели несколько уже слабых мест, которые, на наш взгляд, сегодня нуждаются в корректировке. В частности, изначально, когда формировалась очередь на получение земельных участков, в эту очередь вставали сразу оба родителя. Сегодня встает вопрос, а кому давать вот эту выплату, потому что только одному человеку, один человек может ее получать. Ну, мы упорядочим этот процесс, чтобы действительно у нас не было никакой путаницы, и органы местного управления не оказывались в некоем тупике. Второй момент, очень, на наш взгляд, такой правильный, справедливый. В процессе нахождения в очереди, ожидания того же земельного участка или денежной выплаты, семья может перестать считаться многодетной, она утращивает статус. Например, дети повзрослели. И этот случай у нас был прописан в законе, как основание, которое не лишает эту семью, после даже взросления детей, получить земельный участок или денежную выплату. Но есть еще такой печальный случай, как смерть одного ребенка может тоже произойти, и после этого тоже семья перестанет считаться многодетной. Так вот, мы сегодня внесли изменения в закон с тем, чтобы и в этом случае семья оставалась в очереди и сохраняла право на получение земли или денежные выплаты на улучшение своих же личных условий. Кроме того, мы проанализировали, в каких случаях сегодня действительно граждане хотели бы воспользоваться этой выплатой, на что ее потратить, которую мы предлагаем. И, в частности, многие проживающие сегодня в сельской местности говорят о том, что эти деньги были бы очень кстати для проведения реконструкции уже приобретенных ранее или имеющихся у них жилых домов. Мы же в законе изначально записывали только строительство жилого дома. Сейчас мы посмотрели, проанализировали ситуацию и поняли, что действительно это очень, наверное, правильное, своевременное направление расходования вот этой денежной компенсации. И поэтому мы сегодня предложили изменить закон и предусмотреть в том числе и такую форму расходования единовременной денежной выплаты, как реконструкция жилого дома. Депутаты нас поддержали, закон принят, и он начнет действовать с 1 января на все отношения, распространяться на те отношения, которые возникли с 1 января 2019 года, поскольку сам закон у нас действует именно с этой даты. Так что надеемся, что это будет дополнительным, скажем так сказать, условием для более эффективной реализации данного закона. Продолжение следует...